Новости продолжает эфир канала Хабар. 24 студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. По 100 тысяч тенге получит каждый житель города Арыси, а предпринимателям с 1 июля будут выдавать льготные кредиты. До 5 миллионов тенге. Оскар Мамин по поручению главы государства Касанжумар Татухаева посетил Арыси, ознакомился с состоянием пострадавших жилых домов и социальных объектов. А после провел заседание комиссии по ликвидации. В последствии ЧУС и озвучил 10 комплексных мер для восстановления города и обеспечения его социально-экономического развития. Выбитые двери, окна, поврежденная мебель и разбросанные вещи. Так, после взрывов, как и большинство объектов Арыси, выглядит средняя школа имени Журбы. Глава правительства Аскар Мамин посетил поврежденные здания образовательного учреждения, городской больницы и центры обслуживания населения. После премьер-министр встретился с Арысцами, а затем провел заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧАЭС. Аскар Мамин подчеркнул, что город необходимо восстановить в кратчайшие сроки, и государство окажет всестороннюю помощь. Как вы знаете, Ельбасы и глава государства поручили в срочном порядке восстановить город. Нам необходимо приложить все усилия для оперативного восстановления Арыса. Мы должны отремонтировать и построить все поврежденные и разрушенные объекты города Арыс до 1 августа 2019 года. Все задачи должны быть выполнены качественно и в срок. Что касается поддержки, то каждый житель города получит единовременную помощь в размере 100 тысяч тенге. Также подчеркну, что в течение двух недель будет начат вывоз боеприпасов. Арсенал будет передислоцирован. Премьер-министр также отметил, что инженерную инфраструктуру, электроснабжение и связь в Арысе восстановят за счет средств из резерва правительства страны. Социальные объекты отремонтируют с помощью национальных компаний, а также к строительным работам намерены привлечь крупные промышленные предприятия и бизнес-сообщества. 66 социальных объектов будет отремонтировано Фондом национального благосостояния «Самрук Казна». За счет средств крупного бизнеса более 300 предприятиям МСБ через национальную палату Атамикен будет оказана помощь в восстановлении и ремонте. Также с 1 июля предпринимателям города будут выдаваться льготные кредиты до 5 миллионов тенге. Им предоставят налоговые каникулы до конца этого года. Для повышения качества медицинского обслуживания жителей города будут построены больница и две поликлиники. Кроме того, 4000 детей из Арыси посетят оздоровительные лагеря страны. Анастасия Сулейманова, Бахыжан Бапаев, Туркестанская область, Хабар, 24. Почти 80% населения Арыси уже вернулись в свои дома. Напомню, всего в городе проживают 45 тысяч человек. Теперь жители ждут ремонта своих домов и полного возобновления работы социальных объектов. О том, как восстанавливают город, в репортаже Рауля Габитова. Работы по восстановлению города Арысь в самом разгаре. Строители, которые приехали сюда со всех уголков Казахстана, помогают арысчанам разобрать завалы, вывести мусор и привести в порядок дома и дворовые территории. В день взрыва соседний Сарагарский район принял больше 4000 эвакуированных. Теперь вместе с представителями Костанайской области они ответственны из-за работы на 16 секторе. На сегодняшний день капитальным ремонтом более 10 домов, более 40 домов. В этом регионе уже сёкла побиты. На сегодняшний день население уже, придворный охот сделан, все заселённые люди уже сделаны, придворные, животные и так далее, подобные, все социальные проблемы уже. И особо нуждающим людям будут организованы бесплатные продукции, питания. В Костанайской области более 30 людей, специалистов, работают вместе с нами. От нашего района более 70 человек. Всего для проведения восстановительных работ из регионов приедут 160 строительных бригад. Сейчас специалисты обходят каждый дом, оценивают размер ущерба и составляют сметы на ремонт. Город разделили на 17 секторов за каждую ответственно определенную область. Специалисты из Тараза, а их больше 200 человек, отвечают за третий сектор. Здесь расположены 327 жилых домов, санаторий и несколько коммерческих объектов. Штаб Жамбылской области разбили в здании колледжа. Во многих домах разбиты окна, разрушены крыши, заборы и выбиты двери. В большинстве случаев потрескались стены. Мы привезли строительную бригаду из 170 человек. Они ждут команду и готовы приступить к реконструкции жилых зданий в любое время. Приведем в порядок все 327 домов. Продолжает поступать и гуманитарная помощь. Получить продовольственные товары можно в специальных пунктах, открытых при каждом секторе. Благодаря неравнодушным активистам и предпринимателям на сегодняшний день собрано 150 тонн продуктов и одежды. В городе действует два склада. Караваны с грузом приезжают сюда. Мы распределяем продукты по секторам, где потом их раздают жителям. 70% продовольственных товаров мы уже раздали. Гуманитарная помощь продолжает поступать со всех регионов страны. В результате взрыва пострадали почти 80% жилых зданий. Но жить до окончания ремонта в них можно, говорят специалисты. Власти обещают восстановить все жилища в течение месяца. А для тех, чьи дома полностью разрушены или сгорели, в школе номер один развернули временный лагерь. Мы подготовили места для 800 человек, готовы обеспечить их кроватями, одеждой и трехразовым питанием. Продовольствия здесь достаточно. Для детей есть специальные игровые комнаты. Пока у нас зарегистрировано 12 семей. Это 60 человек. Накануне начали открываться и уцелевшие магазины. Старые продукты, которые находились в торговых точках, ликвидировали и завезли свежие. В ближайшее время в городе обещают восстановить работу общественного транспорта. Рауль Габитов, Ербалат Абишов, Самат Нагашпекула, Хабар, 24, Туркестанская область. Другим темам. Аким от Ираусской области Нурлан Нагаев провел совещание с руководством Тенгиз-Шевройл. Во время визита в поселок Тенгиз, где накануне произошел конфликт, он встретился с рабочими компаниями. По его словам, проблема возникла из-за неравных условий труда. В свою очередь, генеральный директор ТШО заверила, что компания сделает все необходимое для урегулирования инцидента. Расследованием конфликта и вопросом организации равных условий труда на месторождении будет заниматься межведомственная комиссия. Аким призвал рабочих также войти в ее состав и высказать свои пожелания. При этом он отметил, что работа компании будет продолжаться в штатном режиме. Это системные вопросы, которые надо решать как руководству, так и всем, кто привлечен к реализации данного проекта. Вы должны понимать, иностранцы, инвесторы, хоть это иностранный или казахстанский, должны понимать, принимая в реализацию проекта, они должны соблюдать все законодательства и морально-этические нормы, не оскорбляющие честь. Свыше 1 миллиона квадратных метров жилья построили за три года в Западно-Казахстанской области. Причем новые дома сдаются не только в городах. Ключи от долгожданных квартир получают и сельчане. В прошлом году в Уральске построили 30 многоэтажных жилых домов и 226 в сельских районах. Моя коллега Ботагуз Базарбаева расскажет обо всем подробнее. Из 3,5 тысяч домов в Каратубинском районе, 500 в самом райцентре. Есть саманные дома, построенные 60-70 лет назад. Их хозяева внесены в очередь для получения арендного жилья от государства. Гордость поселка – новый жилой микрорайон Казалурик. Ключи от 42 новеньких домов получили очередники квартиры 82 квадратных метра с природным газом и водой. Строительство будет продолжено. Уже есть готовые проекты. В прошлом году разработали проектно-саментную документацию. В общей сложности 150 одноквартирных домов. Мы его разделили. На сегодня 67 домов конкурс объявлен. Оставшиеся 83 дома мы уже совместно с государственными органами области и республики будем решать. Конечно, самое главное – это будет вопрос финансирования. В районе 203 человека состоят на получении жилья в очереди. Из них 23 наши жители проживают в таких домах, к сожалению, которые признаны аварийными. 87 участков с инженерными сетями выдали в районе в прошлом году. Готовятся с метой на подведение коммуникаций еще к 140 наделам. А в соседнем Жангалинском районе за последние годы под индивидуальное строительство раздали свыше тысячи участков. Благодаря активной застройке развивается и малый бизнес. Местный предприниматель Нурбулат Ибрашев продает стройматериалы. Рассказывает, добротный дом обойдется примерно в 4 миллиона тенге, включая зарплату строителей. Если раньше мы давали товары в долг, то сейчас работаем с банком, выдаем кредит, отпускаем в рассрочку. Сейчас нам удобно. Не нужно нанимать машину и везти из города. У меня можно купить все – от гвоздя до кровли. В целом на сегодня в своей очереди на получение земли для строительства ждут около 100 тысяч западно-казахстанцев. Большая часть из них – жители областного центра. Путагост Базарбаева, Балат Шарлгасов, Канат Махмутов, Западно-Казахстанская область, Хабар-24. Во время школьных каникул в Уральске детям предлагают пройти курс юного бойца. Вот уже девятый год там работает специализированный военно-патриотический лагерь «Кайсар» для будущих защитников Отечества. Мальчишки целую неделю живут настоящей армейской жизнью, без телефонов, всевозможных гаджетов и интернета. Все подробности в материале Бутагост Базарбаева. Собрать за считанные секунды учебный автомат, метко стрелять, плавать, ходить по канату и уметь сварить ужин на костре. Большинство мальчиков все это делают впервые. Многие, попробовав вкус настоящей армейской жизни, хотят вернуться сюда еще. Тимирхан Жулиев, к примеру, в лагере «Кайсар» уже четвертый раз. Нравится подготовка, уже к армии подготовка, вставать, утром бегать, потом скалолазание, стрелять, автомат разбирать, собирать. В смене 50 мальчишек. В каждой группе дети разных возрастов. Старшие несут ответственность за младших. Учат здесь мужеству и выносливости, а еще уметь дружить и любить Родину. Азы, азбуку изучения армии. Что такое дисциплина, порядок. Это первостепенно наша задача. Ну и вторая задача, чтобы дети хорошо отдохнули в это летнее каникулярное время. Почувствовали мужское воспитание, потому что в школах у нас юноши все время учителя, женщины. Женщины же. Теперь специализированные классы военной подготовки откроются и в школах. По одному в сельских районах и три в областном центре. Учиться в них будут те, кто выбрал для себя профессию военного. Казахстан! Горная страна! Казахстанский боксер Садридин Ахмедов одержал девятую победу на профессиональном ринге. Буквально за 90 секунд первого раунда он смог нокаутировать мексиканца Даниэля Вега Кота. Поединок, рассчитанный на 8 раундов, прошел в Канаде и завершился досрочной победой нашего соотечественника. 21-летний Садридин Ахмедов на первых же секундах стал избивать своего 33-летнего соперника и дважды отправил его в нокдаун. Далее последовал нокаут, после которого рефери был вынужден остановить бой. Отмечу, что ранее казахстанец уже выиграл два чемпионских пояса. Молодежный титул WBC и пояс WBS Asia в первом среднем весе. На большой сольный концерт певца Димаша Кудебергена в Нур-Султане съехались фанаты со всего мира. По информации организаторов, билеты на вечер купили около 10 тысяч поклонников из 64 стран. Среди них фанаты из США, Великобритании, Бразилии, Мексики, Канады, Австралии, Швейцарии, Малайзии, Сингапура, Африки, Египта, Израиля и Марокко. Местом проведения концерта стал столичный Астана-арена. Стадион вмещает почти 40 тысяч человек. Сам Димаш на сцену вышел в 10 часов вечера. Прозвучали казахские народные песни, произведения известных отечественных и зарубежных композиторов. Исполнил певец и свои авторские песни. Концерт шел два часа. Стоит отметить, что часть вырученных средств Димаш Кудеберген решил перевести в фонд помощи пострадавшим жителям Арыси. Первый сольный концерт восходящей отечественной звезды Иржана Максима прошел в центральном концертном зале «Казахстан» 12-летнего. Победителя многих международных конкурсов, в том числе российского шоу «Голос дети» пришли послушать больше трех тысяч человек. Впервые юному артисту аккомпанировал симфонический оркестр. Иржан спел с такими звездами, как Лукпан Жулдасов, Ренат Гайсин, Мульдур Аюльбекова и Сакин Майгазиев. Телевизионная версия концерта выйдет на телеканале «Хабар» 7 июля. Больше интересной информации на нашем сайте 24.kz. Обязательно заходите. К данному часу у меня пока все. Я желаю вам хорошего дня. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok